приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 17 ноября в этом видео поговорим о церковном празднике каких святых сегодня вспоминают даже уделим внимание народному календаре и поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 17 ноября и так друзья в этот день русская православная церковь а также все православные христиане вспоминают и молятся за святых великомучеников никандра епископа мирского и пресвитера ермия считающихся учениками апостола петра большому сожалению до наших дней практически не дошло достоверных данных о никандре и ермия известно что они были в числе учеников апостола петра также были назначены им на должность епископа и пресвитера проповедуя слова христова в городе ливания никандр и ермия смогли обратить в христианство большое количество язычников после начала гонений христиан никандр и ермия были арестованы войнами и доставлены на допрос градоначальнику который пытался убедить их отречься от христианского вероисповедания и принести жертву языческим божествам однако несмотря на все уговоры и угрозы мученики отказывались приносить языческие жертвы после того как никандр и ермия отказались приносить жертвы языческим богам и их подвергли жесточайшим пыткам так например их привязывали к коням и волочили по улицам города подвешивали подвешивали на железные крюки жгли раскаленными прутьями однако они мужественно выдержали все пытки увидев что мученики даже под пытками продолжают исповедовать себя христиане и христианинами рода на градоначальник приказал вбить им в голову в сердце и в живот металлические гвозди и закопать в яму интересно что никандр и ермия считались на руси защитниками от нечистой силы и им часто молились в при одержимости а также и в изгнание бесов также сегодня в этот день православная церковь почитает преподой преподобного и иоанникия великого святой иоанники родился в семьсот пятьдесят втором году в небольшом селении семья правда была очень бедной поэтому ребенка не смогли обучить чему-либо в детстве мальчика отправили на помощь к пастуху после животных пасти животных отказалась оказалось достаточно непросто пастухи опасались хищников и воров которые были одинаково опасны но чтобы отвлечься от тревог мальчик выучил молитвы читал их вслух с утра и до вечера прося господа бога спасти стада от разбоя став взрослым он отправился уже на военную службу где отличался как храбрый и мужественный воин впереди была военная карьера но юноша тяготился этими узами решив посвятить себя служению богу он ушел с военной службы более двух лет он изучал изучал святые писания и еще более убедился в правильном выборе на чтобы укрепить свой дух он три года провел в пустыне наедине с небом пищей было только вода и хлеб который он позволял себе один раз в месяц и в небольшом количестве через 12 лет ио некий принял монашество духовные подвиги не остались без внимания всевышний наделил инока даром пророчества в писаниях сказано что во время молитвы он поднимался над землей становился невидимкой и без страха принимал яд дикие звери обходили его стороной а змеи прятались в укрытие согласно одной из легенд ио некий очистил город фас от ползучих гадов за это его и прозвали великим последние годы жизни он провел затворничестве живя в далекой обители ну а в народном календаре 17 ноября назвали еремен день ерема сиди дома дело в том что 17 ноября в наших предков этот день считался невезучим и мистическим днем поэтому старались не выходить за пределы дома без большой нужды также на этот день наши предки не назначали важные дела почему дело в том что у наших предков существовало поверье что именно в этот день 17 ноября нечисть выходит из своих убежищ и лезет в печь для того чтобы набрать горячего угля по этой же примете в еремен день отказывали и соседям которые просили огня иначе можно было лишиться семейного счастья перед окнами в этот день чертили кресты чтобы нечисть не попала через них в дом также наши предки считали что в этот день необходимо было сидеть дома народ считал что выходить на улицу было небезопасно особенно если говорить о рыбалке и охоте люди предпочитали находиться в домашних условиях чтобы не встретиться с темными силами которые бродили по улицам опасность также угрожала и представительницам слабого пола которые занимались рукоделием в этот день народ следил за речью говорят что темная сила может навредить через нее печь была для крестьян особенным местом которая могла не только накормить но и к сожалению таила в себе еще и опасность поэтому в этот день 17 ноября старались лишний раз не выходить за порог дома домашних условиях работы как говорится хватало известно что представительницы слабого пола занимались рукоделием и готовили еду на большую семью девушки топили печь и убирались вечером за и деда мы занимались гаданием также они ткали и пряли для того чтобы супруг бросил пить или гулять в этот день его необходимо было удержать дома если вы сделаете это он сможет обдумать свое поведение поверить в господа бога а значит встать на путь истинный для того чтобы темные силы не проникли ваш дом на дверями и окнами необходимо начертить было кресты мелом также стоит на подоконнике разложить грозе рябины они помогут отогнать вам темные силы привлечь жилище светлую энергию также считалось что для того чтобы муж бросил пить его в этот день необходимо не выпускать из дома посиди в этот день дома но он обдумает свою жизнь что он делает и что немаловажно примет решение больше никогда не употреблять алкогольные напитки что же сегодня говорили народные приметы о погоде дело в том что именно этот день 17 ноября был богат на различные народные приметы также в народе говорили что сны с 16 на 17 ноября нужно запоминать потому что они подскажут чего человек может достичь в жизни а чего ему нужно остерегаться наши предки уделяли большое внимание и погодным народным приметам например они изучали погоду и после этого составляли несколько народных примет которые им помогали в будущем поэтому если 17 ноября пошел снег то это говорит о том что зима будет морозная и снежная если вороны в этот день начали каркать стоит ждать сезона дождей а сколько в небе птиц увидели столько теплых дней в году и будет дождь пошел значит ждите изменения в погоде но если сегодня ветер сильный подул нужно смотреть на то с какой стороны это было например ветер северной части предвещал дожди вечер с южной части это к морозам сколько на ночном небосводе звезд только будут теплых дней в следующем году морозный ветер предвещал снежную зиму наши предки в 17 ноября в еремен день обязательно проводили обряды направлены на избавление от разных видов порчи но считалось что лучше всего 17 ноября снималась порча насланная на женщину это предлагаем вам первый обряд это от бесплодия считалось что 16 на 17 ноября женщина должна вывесить на дерево с женским именем это береза осина верба новую ночную рубашку а утром прочитать на дне следующие слова деревце помогло чтобы малыша зачать наше семейство смогло господи спаси от заклятия страшного очисти аминь 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 в эту же ночь надо было надеть эту рубашку и представить как из тела выходит все плохое и зарождается новая жизнь в течение года после такого ритуала женщина обязательно забеременеет давайте теперь поговорим еще об одном ритуале которые проводили наши предки 17 ноября это был ритуал от одиночества девушка брала грецкие орехи катала им по телу проговаривая такие слова орех ты из двух половинок и г моя где-то рядом да злыми людьми преграда меж нами стоит поэтому любимые меня и не встретит орешек их убери чтобы поскорее увиделись мы затем орех кидали в огонь именины 17 ноября отмечают александр ян николай степан григорий илья порфирий симон исмаил иван и евгения если вашем окружении есть люди с такими именами обязательно их поздравьте с именинами по мнению наших предков 17 ноября люди рожденные в этот день имеют сильный характер и несгибаемую силу воли и вот благодаря своей силе воли и благодаря своему характеру они способны преодолеть любые трудности в своей жизни но у людей рожденных в этот день есть и не до 100 недостатки это то что они имеют тяжелый характер но в качестве оберега и талисмана людям рожденные в этот день лучше всего подходит гиацинт далее друзья давайте поговорим о том что же нельзя делать 17 ноября по народным приметам и по церковному календарю и так в этот день не рекомендуется без дела выходить из дома по старинным поверьями и приметам еремин день по улицам бродит нечистая сила и пытается проникнуть в жилище чтобы стащить хотя бы немножечко огня поэтому 17 ноября ни в коем случае нельзя давать соседям уголь свечи зажигалки и спички так как вместе с ними уз из дома уйдет семейное счастье и удача деньги в еремин день тоже не стоит одалживать иначе год придется жить в проголодь и в нищете наши предки вообще в этот день ничего из дома не выносили и не выбрасывали это считалось верной народные приметы к скорому несчастью сегодня не разрешалось и лениться день нужно провести в домашних хлопотах и в заботах приготовить еду убраться заняться рукоделием отремонтировать какие-либо поломки тогда дом будет полной чаши тот же кто пролежит сутки на диване в будущем столкнется с финансовыми трудностями и проблемами на работе сегодня тоже нельзя знакомиться и с новыми соседями а тем более приглашать и к себе в гости в ереме день лучше пройти мимо них иначе соседские отношения сложатся не самым лучшим образом будут ссоры скандалы недопонимания и недовольство друг с другом поэтому подумайте также нельзя было на 17 ноября назначать свадьбу по народным приметам молодые очень скоро расстанутся так как в их семье постоянно будет присутствовать кто-то 3 то ли это будут родственники то ли это будут друзья или возможно соседи не исключается в такой семье и разлад в отношениях после измены одного из супругом также запрещено чтобы муж который любит выпить выходе 17 ноября из дома если у жены получится его удержать то наши предки считали что есть большая вероятность того что вскоре супруг забудет о своей ужасной привычки встанет на путь истины также сегодня в этот день 17 ноября запрещено оставлять открытыми двери обязательно нужно запирать их на замки даже если сидите дома или вышли ненадолго к соседям старину в качестве оберегов над окнами обязательно рисовали кресты и серпы уж больно побаивалась этого нечистое так говорили наши предки отпугивала бесов и рябина ее ветками часто украшали подоконники защитить дома можно было также и конечно же при помощи подковы надо было ее подвесить над дверью даже в этот день не стоит злиться ругаться и выяснить отношения с близкими и родными людьми постарайтесь этот день провести умиротворенно и в радости конечно это возможно быть сложно все таки день сегодня мистический и тяжелый но помните о том что все зависит только от вас сами друзья с вами как всегда был канал за тарика для тебя мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни обязательно подписывайтесь наш канал для нас ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации но прямо сейчас на экране друзья увидите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ друзья услышимся с вами же буквально в следующем видео